Вчера мы стали свидетелями исторического события. В состав Российской Федерации официально вошли Крым и Севастополь. Крым стал 22-й республикой в составе России, а Севастополь третьим городом в федеральном значении. Это решение поддержали более 90% россиян. Так единодушны мы не были давно. Крым в центре внимания и в центре внимания наших гостей. С удовольствием представляю сегодняшних наших спикеров. Это Талгат Таджудин, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Азад Бердин, главный редактор журнала «Панорама Евразии». Николай Евдокимов, кандидат политических наук, начальник отдела политических исследований Научно-исследовательского центра по проблемам управления государственной службой Башкинской академии государственной службы и управления. Вот такое самое длинное название должности. А также Флорид Галявов, капитан первого ранга, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища. Остальных экспертов я представлю по ходу программы. Добрый вечер всем. И начну вот с чего. Митинги в поддержку Крыма вот уже почти месяц идут по всей стране. Свою солидарность с крымчанами выразили жители Башкортостана. Вчера в Уфе прошел общенародный сход под девизом «Остановим поход на восток». Внимание на экран, потом продолжим наш разговор. Россия ждала этого больше 20 лет. Крым входит в состав нашей страны. Соответствующее решение приняли минувшим воскресеньем почти все жители полуострова. О том, что восторжествовала территориальная справедливость, скандировали почти 10 тысяч уфимцев. «Остановим поход на восток». Девиз общенародного схода в Уфе. Крым будет 85-м субъектом нашей страны. Сейчас его жители готовятся перевести часы и получать зарплаты российскими рублями. На полуострове обеспечат безопасность всему населению. Плюс к этому Черноморский флот перестанет опасаться выдворения. «Если не мы, то это будет американский. Они уже готовились забрать. А это форт-пост на Черном море. Кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем». Жители страны от школьников до пенсионеров поддерживают крымчан. За вхождение миллионы людей во всех городах. Цифры более убедительны. 91% граждан за то, чтобы крымчане получили российский паспорт. Люди добавляют. Если братский народ попросит помощи, сомнений не будет. «Мы своих в обиду не дадим. Если правительство решит мобилизовать нас, мы в первых рядах, в любую точку высадимся, и наших ребят обижать не дадим. Однозначно». Российские флаги и лозунги «Крым мы с тобой» на сходе представители общественных организаций, учреждений и предприятий башкирской столицы. «Наш народ, и поэтому я рада, то, что люди неравнодушны к этому, и, конечно же, это правильное решение, мы поддерживаем. Россия не присоединяет Крым. Она возвращает себе Крым. Это восстановление, а не присоединение». И первый вопрос я хотел бы задать нашему уважаемому гостю, Руслану Карамышеву, руководителю Центра социокультурного моделирования Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан. Руслан Диасович, мы так долго искали объединяющую идею, которая могла бы объединить наши народы, нашу страну, и нашли, как ни удивительно, эту идею в Крыму. Почему так получилось? Почему именно Крым стал символом объединения страны? Ну, видимо, это произошло не случайно. У людей есть такое ощущение правды или справедливости, будем так говорить. И, как нам кажется, на днях была восстановлена историческая справедливость. Конечно, интересы политики, экономики – это одно. Но правда, народ, его желание воссоединиться, ну, это, наверное, одна из высших ценностей и правд, которые существуют. Я так понимаю, по аплодисментам зрителей в студии, что они поддерживают ваше мнение? Видимо, да, спасибо, уважаемые коллеги. Причем в тяжелых условиях, несмотря на то, что Россия сегодня, очевидно, слаба и находится в международной изоляции, несмотря на то, что, видимо, это только второй раунд. То есть борьба за Украину, борьба за права населения, народа, за его свободы, за его жизнь, будет продолжаться. Несмотря на все это, сегодня мы радуемся воссоединению с братским народом. Спасибо. Я хотел бы следующий вопрос задать Николаю Анатольевичу Евдокимову, политологу. Да, вот, Владимир Владимирович начал говорить про второй раунд. И так, какие же последствия нас ждут в связи с так называемым крымским вопросом? Я считаю, что последствия можно разделить на две части условно. Это внутриполитические последствия и внешнеполитические последствия. Потому что внешняя политика – это во многом продолжение внутренней политики. И, конечно, принимая те или иные государственные решения, власть ориентируется и на волю народа, и на позицию людей, на их мировоззрение, на их желание, в конце концов, о чем было сказано только что. Что касается внутриполитических перспектив, то следует признать, что власти удалось консолидировать народ. Действительно, вы верно сказали, что была найдена вот эта вот общая идея. И легитимность власти, безусловно, повысилась. Не секрет, что рейтинг Путина и рейтинг доверия в целом... Подождите, не ради рейтинга все это делалось. Очевидно, да. Вы же понимаете. Очевидно. Вы же понимаете. С другой стороны, вторая часть проблемы – это внешнеполитическая. Очевидно также то, что Россия окажется в тяжелой внешнеполитической ситуации. Другой вопрос. Могла ли Россия сегодня поступить иначе? Она не могла поступить иначе по отношению к Крыму. Почему? Объясните. Потому что иначе это было бы геополитическим поражением, это было бы расценивано как предательство и со стороны крымского населения Крыма, то есть русскоязычного населения Крыма, и со стороны, собственно, населения России, которое, безусловно, хотело объединения с Крымской республикой, с автономной республикой. Подождите, Путин же первоначально заявлял, что в соединении с Крымом, при соединении Крыма не стоит у него, как бы не является его целью. Но мы же в данном случае отталкиваемся от результатов референдума, который пришел в Крыму. Поэтому, как вы представляете себе ситуацию? То есть население Крыма проголосовало, а мы говорим, нет, ребята, извините, мы не будем вас принимать, что ли? Это невозможно. Это абсолютно невозможная ситуация. И Россия действительно не могла поступить иначе, кроме как принять решение о вступлении Крыма в состав Российской Федерации. То есть здесь у нас не было другого варианта для того, чтобы предпринимать какие-то действия. Другого варианта развития событий просто не имелось. Что будет дальше, вы спрашивали, да? Да, конечно, нас ждут непростые времена с точки зрения международной. Что-то Руслан Диасов пугал, теперь вы начали. Какие непростые времена нас ждут? Я не пугаю. Я в данном случае, в меньше всего, у меня волнует даже позиция НАТО и Евросоюза. Мне интересно, каким образом будут разворачиваться события именно во взаимоотношениях России с нашим ближайшим окружением. То есть с той же самой Украиной. Остальная эта Украина осталась, она никуда не делась. С Белоруссией, с другими бывшими странами постсоветского пространства. Как мы сейчас сможем выстраивать вот эти отношения? Для меня этот вопрос является принципиальным. Потому что главная задача, насколько я понимаю, России состоит в том, чтобы вернуть доверие и стать державой, которая привлекает к себе государства, не присоединившиеся к государству, которые могут составить нашу основу, могут стать нашими союзниками, в конце концов. Обычно хотят быть рядом с сильными, со слабыми никто не хочет ими делать. Совершенно верно. То есть, а то, что Крым решил к нам присоединиться, это говорит о том, что Россия становится сильной страной? Ну, здесь совокупность факторов, да, вопрос несколько провокационный с вашей стороны. Мы стали сильнее, конечно, мы стали сильнее, но у нас много проблем. Много проблем. Поэтому чрезмерный оптимизм тоже здесь разделять не следует. То есть не надо думать, что сейчас все бросятся в наши объятия. Нет, этого не произойдет. Более того, кого-то это может и отпугнуть. Подождите, сегодня появилась информация, что сектор газа уже хочет присоединиться к России. Ну, ради бога, и Приднестровье тоже. Да. Давайте говорить о реальных вещах, да, то есть, а не заниматься какой-то, там, я не знаю, как-то... Я говорю о новостях сегодняшнего дня, то есть, я прочитал в интернете, что сектор газа предложил России тоже включить их в состав Российской Федерации. Ну, ладно, мы опустим этот вопрос сейчас, да. Я хотел бы Талгат Сафич сейчас подключить уважаемого к нашей беседе. Как мусульманский мир отнесся вот к этому проекту, к присоединению Крыма к России? Бо всем мусульманскому мире я не могу сказать. Но вы же не представляете. Ну, надеюсь, мусульмане России, о них я точно скажу. Вчера трое духовных лидеров, мусульман России, участвовали в Кремле и слушали это послание, как и все остальные участники со слезами на глазах. Это были слезы радости и воодушевления, и гордости за нашу отчизну. Но я знаю, что весь мусульманский мир полностью от начала и до конца соболезновал и страдал от того, что наш великий союз распался. И когда только одна сила говорила, что она сила, а все у ней под пятой. Это оскорбляло весь мир. Вы имеете ввиду Америку, наверное. Вы всегда изоповым языком всегда преподносите. Это даже, Казе, понятно. Спасибо. Это точно. Что только что в прямом эфире, да. И не только мусульманский мир. Весь мир. Мы свободные люди. Мы дети Адама и Евы. Эта свобода нам дана не только Конституцией, она закрепила это. Эта свобода выбора дана Богом. Создателем нашим. И поэтому, когда только одна сила говорит, что она является пупом земли, это оскорбляет нас. Даже если он непосредственно нас налогами и прочими не обременяет. Оскорбляет нашу душу, нашу совесть. И занимает место фараона. А его пирамиды только остались. Вас всегда так интересно слушать, Толгосович. Думаешь, я неправильно сказал? Нет, нет, все правильно. Все просто думаешь, по сравнению с вами, какой я все-таки... Мы вчера видели. Я лично там участвовал. Это было как молитва. Спасибо. Когда президент нашей огромной, необъятной, но богом ранимой страны, которая никогда не была побеждена. Наш флаг. Триколор. Красный, синий, белый. Он означает, воин праведный, непобедим. Если там когда-то Японии... Это мелкие стычки. Чепуха. Но никогда Россия не была побеждена. И поэтому она объединила почти что 200 народов и последователей всех традиционных конфессий. Юдаизм, православие, ислама. И нам... Мы были горды. И мы... Абсолютно Россия не слаба. А нельзя измерять телом, вооруженными силами и прочим, необъятностью нашей страны, дорогами и зимой. Мы сегодня, слава богу, крепки как сталь. Как никогда. Как никогда. Всегда так были и будем. Мы очень многие говорили, что вот сейчас люди, даже мы священники некоторые говорили, сейчас все гонятся только за имуществом, что-то добыть, что-то достать. Все материальные нас интересуют. Молодежь у нас пропала, пропадает. Да нет. Вот этот месяц доказал, что мы какими были, такими и остались. И слава богу. Спасибо. Гасафич, я сейчас хотел присоединить к нашему разговору Зата Тагировича Бердина. Вот в взаимоотношениях Крыма и России очень однозначна позиция у крымских ТАТА. Это последствия сталинской депортации или есть какие-то причины у них не любить Россию? Можете отставить этот вопрос? Я бы не стал так романтизировать, я бы сказал, сталинскую депортацию. Это была, конечно, безусловно, трагедия целого народа. Это было очень неоднозначное историческое событие. Но все же реалии нашего дня определяются именно реалиями нашего дня. Понимаете, тут сказалось очень много факторов. Дело же не только в самом событии в этой депортации, а в том, что память об этой депортации культивировалась среди определенной группы крымских ТАТА, среди целых поколений. Это, конечно, сыграло свою роль. Сыграло свою роль и то, что, хотя они были далеко не единственным репрессированным народом, но в отличие от некоторых других, им невозможно было в массовом порядке возвращаться на свою родину в Крыму. Это тоже, конечно, сыграло свою роль. Но все-таки дело было еще и в том, что определенные силы имели полную возможность культивировать это в современном мире, на той же Украине, например. И я бы не стал однозначно говорить, что вот крымские ТАТАРы настроены антироссийски. Это не так. Не может быть целый народ настроен полностью враждебно. Тем не менее, информация о понедельнике, позавчерашнего дня, что представитель крымских ТАТАР полетел в Турцию беседовать. Вот, типа, референдум состоялся. Что нам теперь делать? За советом к старшему брату. Вы же понимаете, что Крым в зоне геополитических интересов Турции находится? Я бы тут опять же не стал прощать. Вы опять же говорите о представителях крымских ТАТАР. Вы Усейн Джамилев, вы имеете в виду, наверное, да? Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Просто дело в том, что крымские ТАТАРы, это народ, естественно, с разными мнениями. Существуют различные организации. Кроме Меджлиса, экс-председателем которого является Джей Милев, и председателем которого является Рефат Чубаров, существует, например, Милиферка, которая выступала с вполне дружескими России заявлениями и занимала... Или взять, например, такую организацию, как Сабет, которая занимала с самого начала антимайданную, можно сказать, позицию. То есть здесь мнения тоже разные. Естественно, там существует целый ряд стереотипов, оправданных стереотипов, точнее, понятных нам стереотипов, которые особенно развиты в этом народе. Это и в их культурном среде сказывается. Вот я, например, с трудом представляю себе, как будет инкомпанирован в нашем культурном мире такой фильм про крымских ТАТАР, как Хайтарма. Это достаточно сложное будет явление вообще, вот их интеграции. И тут я бы хотел упомянуть о том, что сказал Владимир Владимирович Путин про реабилитацию крымских ТАТАР. Понимаете, вот большая ошибка в советский период была допущена, когда концентрировали свое внимание на такой реабилитации репрессированных народов. В каком плане? В плане, что в этом случае мы уже заранее как бы делили народы на наказанные и ненаказанные. В действительности трагедии, которые были во время войны и были неизбежными во время войны, они должны были остаться в прошлом. На них нельзя было заострять внимание и давать людям повод считать себя обижданными. И сейчас реабилитацию нужно понимать не как какое-то возмещение за обиды и так далее. Нет, мы все живем в современном мире, где существуют современные реалии, им должны отвечать на современные вызовы. А именно скорее как реабилитацию раненого, которому после войны или после ранения несколько труднее, чем остальным вписаться. Вот как поляки, они взяли и забыли о том, что бандерыцы в свое время, во время Великой Отечественной войны, сжигали польские деревни, убивали польских жителей. Да, и сейчас активно помогать бандеровцам интегрироваться в Евросоюз. Для этого существует целая программа, целое движение. Это достаточно сложный процесс. Точно так же, как мы все сумели объединиться в советский народ в свое время, придав за обвинение в Гражданскую войну. Мы ее даже не придали за обвинение, а просто реабилитировали ее в своих глазах. Это достаточно сложный процесс. Вот про тех же поляков вы упомянули, да, про волонскую резню между бандеровцами и поляками. Но ведь там было целое движение о том, что мы прощаем вас и вы прощаете нас, в котором участвовала католическая церковь и так далее. Причем как раз вот волонская резня, это коснулось, насколько я знаю, наименьше всего, потому что бандеровцы не желали в этом процессе, в этой реабилитации участвовать. Больше поляки мирили с немцами. В бандеровцы они до сих пор не помирились в действительности. Но это ладно, я просто хотел что сказать, что вот тут процесс должен быть очень тактичным. Приема в семью наших народов, того же народа Крымских татар, который был отделен от нас и государственными, административными границами. И жил во многом в совершенно другой социокультурной среде. Спасибо, Азат. Вот Талакат Савченко хочет добавить. Да, конечно. Прошу прощения. Я думаю, что это объясняется очень хорошей русской пословицей. На обиженных воду возят. И миллиарды, миллиарды долларов потрачено, чтобы крымские татары заняли такую позицию. То есть вы считаете, что кто-то это оплатил? А как же. Но сегодня мечта крымско-татарского народа полностью осуществилась. И гарантом этого выступает огромная, великая держава России. Крымско-татарский язык, третий государственный язык в Крыму. И потом, 20 процентов, это одна пятая часть во всех органах власти, исполнительной власти. Об этом никаких демонстраций, ничего не надо. Абсолютно все ясно. И реабилитация. Они даже кусочек земли, когда жили в Украине, самостийной, не могли поддачу земельных участков у себя на родине получить после того, как возвратились из Средней Азии. Я вспомнил, что есть уникальное законодательство, оно, по-моему, единственное вообще в мире, да, что в их местном законодательном органе 20 процентов должны занимать представители крымских татар. Мне кажется, вот такого национального представительства, по-моему, ни в одном парламенте есть. Здесь в Ливане. А, в Ливане. Мусульмане, христиане, и притомусульмане, сунниты, шиниты. То есть разделено, кто сколько процентов занимает? В парламенте все разделено. Президент христианин, премьер-министр мусульмане. И сегодня все вот удивительное такое условие поставлено для Крыма. И гарантом выступает Владимир Владимирович сам. Он специально об этом вчера говорил в своем послании. Спасибо. 2-500-4-500, телефон прямого эфира, вечернего канала Телецентра. И у нас есть телефонный звонок. Алло, говорите, слушаю вас. Вы в эфире, представьтесь, и ваш вопрос или мнение. Я звоню из Белорусского района, села Узян. Алло. Да, 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 вы в эфире. Мы вас слушаем. Я внучка двух моряков, которые служили в старшей армии в Севастополе. И они ушли в Японию. В Японии их корабль разбили. Старший брат на шлюпке выбылся на этот берег, а младший на бревне был подобран японцами. Через три года он вернулся опять в Башкирию. Они оба вернулись, умерли оба в 57-м году. Но всегда были рассказы и говорили, Севастополь, это же кара деньги. Это же наша Родина. Я очень даже благодарна, что опять Севастополь соединился. Спасибо. Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. И тем более есть повод у нас перейти. Я хотел бы обратить внимание наших телезрителей, что у нас такой звездопад сегодня. Очень много звезд на погонах в нашей студии. И первый вопрос хотел бы задать Фариту Таховевичу Галяву. Вот у нас сегодня мы обсуждаем тему Крыма. И хотелось бы у вас узнать следующее мнение. Вот то, что Крым и Севастополь вошли в состав России. А в стратегическом плане что это даст? Вот вы как военные можете оценить? Конечно. Это огромное наше, наверное, приобретение с одной стороны. А с другой вспомните. Начиная еще с времен Екатерины II, когда в 1883 году Севастополь был основан. Во времена Потемкина, когда завоеваны были наши земли, начиная с Измаила до Одессы, это все пролито русской кровью, кости русских лежат. Там были, в Херсон был обоснован в 1864 году, построен флот и задача России. Как Петр I пробил дорогу на Балтику, мы пробили дорогу на Черное море, а в дальнейшем и Средиземное море. И оплотом нашей безопасности, безопасности нашей Родины, был наш город Севастополь. Вы так волнуетесь, потому что гордитесь вчерашним событием или волнуетесь в эфире? Я волнуюсь по двум причинам. Я, во-первых, горжусь. А во-вторых, сам в 1992 году, когда этот флот наш легендарный и Севастополь поделили пополам, я не принял украинскую присягу. И меня, Черноморского высшего военно-морского училища, единственное, где готовили специалистов для подводных лодок, Готовили специалистов ракетчиков, готовили крылатых ракетчиков и готовили зенит ракетчиков. Там же и были специалисты, которые эксплуатировали атомное оружие. Вот построили нас в один прекрасный день и сказали, тем, кто не примет украинскую присягу, выйти из строя. Мы вышли, половина училища курсантов и половина офицеров. Через 20 минут нам вынесли наши личные дела секретные и сказали, вот ворота, как вот в Библии, вот порог, вот бок, вот порог. Идите куда хотите. А курсантов ведите пешком до своего Питера. И вот благодаря Игору Владимировичу Касатонову, благодаря нашим адмиралам, мы курсантов спасли, через двое суток их отправили учиться. Вы представляете, там тысячи человек. Санкт-Петербург, на Дальний Восток, Калининград. А сами, взяв чемоданы, начали искать место работы. Я оказался в дальнейшем на Дальнем Востоке. Спасибо. Спасибо. Я хотел сейчас подключить к нашему разговору Виктора Александровича Булатова, капитана второго ранга, выпускника Киевского высшего военно-морского политического училища. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Но вот, Виктор Александрович, Вам, как выпускнику Киевского высшего военно-морского политического училища, наверное, не просто наблюдать за событиями на Украине и в Киеве. Что испытываете? Конечно, в первую очередь, горечь. Потому что с Киевом были связаны достаточно хорошие годы, курсантские, когда я учился в военно-морском училище. Когда меня окружали близкие мне люди, среди них были и украинцы, и татары, да много национальностей. И всегда даже была система комплектования курсантов. Обязательно должны быть представители практически всех основных наций. А если кто-то вдруг появился в единственном числе, ну, такие были, допустим, трупные, обязательно делали так, чтобы из него потом вырастить офицера. И потом, сейчас вот, когда наблюдаешь ситуацию, когда люди друг на друга смотрят волком из-за того, что кто-то другой веры, либо национальностей, это, конечно, глупость. Я буквально недавно смотрел свои фотографии, где мы с женой стоим напротив памятника Ленину, за нами гостиница Октябрь, это как раз сейчас называется Майдан. Представляю, во что же все там превращено сейчас. Это жутко, конечно. Потом мне пришлось действительно служить уже и на Черноморском флоте, в Севастополе, заканчивал службу. И вопрос был задан моему коллеге о том, что из себя представляет Крым в плане стратегическом для военно-морского флота, для России. Могу ответить, что Крым это такой полуостров, который является уникальным в плане того, что на Черном море нет таких удобных бухт. Лучий порт это Севастополь. Потом был порт еще Донузлав, который был оснащен точно так же по последнему слову техники, но он был передан Украине. В общем-то сейчас находится в упадке. А Новороссийск, Керчь? Керчь это находится на территории Крыма. Керченский порт, ну во-первых, там в основном гражданский порт, а из военных кораблей базировались корабли только третьего ранга, то есть небольшие корабли. Значит, Новороссийск, он никогда не был удобным портом. И в Новороссийске для того, чтобы построить порт отдаленно, напоминающий Севастополь, надо потратить огромные средства. Там постоянно барадуют. Спасибо. А есть люди, которые не согласны с событиями, которые произошли в Крыму в воскресенье? Есть ли какое-то особое мнение у кого-то? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ренат Нафиков, я студент исторического факультета. У меня был вопрос с нашим спикером, если можно. Известно, что у нас в стране есть определенные проблемы с сепаратизмом в некоторых субъектах внутри государства. И вот в таком случае, как наше государство может поддерживать сепаратизм в независимом и суверенной Украине? Вот, пожалуйста. Кому интересно? Кто ответит на вопрос? Я отвечу. Тут никакого сепаратизма нет. Крым был здесь и всегда он русский был. Начиная с времен Екатерины, когда мы его завоевали. Турки ежегодно, которые там ханство было, угоняли русских за 200 лет 2 миллиона человек было угнано. Для того, чтобы выкупить одного человека надо было платить 180 рублей царских. Корову стоило 5 рублей. При казне 19 миллионов Россия платила, чтобы выкупить своих граждан. 1 миллион. Можно я вас прерыву? Дело в том, что вопрос был немножко не о том. Нет, я сейчас скажу. Я здесь в чем заключается? Никакого сепаратизма нет. Это воля русского народа, российскую первую очередь, вернуться на свою историческую родину. Для этого был законным образом проведен референдум воли народа. 96% проголосовали, если вам известно. Только благодаря этому мы согласились взять. А если бы референдума не было, был бы, может быть, другой ответ, что... Датал Гацавч, хотите что добавить? И тебя, и меня тогда еще не было. Но Крым был в составе России. Это родина наша. Мы ее не выбирали, дал Бог. И соседей никто не завоевывал. Из-за кьянов никого не приходило. Вот так объединила судьба. И в России, в нашей стране сепаратизма никогда, ни в советское время, ни сейчас абсолютно нет. это то же самое внешнее влияние. И Советский Союз из-за этого распался, к этому очень долго готовились, после победы над Гитлером. Это там те же самые отростки. И сейчас это не поддержка сепаратизма абсолютно. Если там они хотят к НАТО в Закарпатье присоединиться, это их не дело. Но сейчас, когда принимаем Крым, а попробуем не принять, куда пойдет? К Саудовской Аравии, что ли? К Турции, что ли? Мы берем только свое, чужого нам не надо. Тем более турецкого берега. Их просто бендеровцы перевьют. Если мы Крым не примем в свой состав. Я сам там был свидетелем, когда приезжали бендеровцы, огол памятника Нахиму выставили, висел лицо и говорили, мы придем и всех вас поочередно вот здесь повесим. А их лидер Тенебог, да? Тенебог, лидер Свободы говорит, что если Украина уничтожит 700 русских немыслящих, он говорит, переваривающие желудки русские, без головы, если мы их уничтожим, для Украины никакого вреда, ничего не будет. Боим только одна пояса. Поэтому... Обратите внимание молодого человека на две вещи. Я так понимаю, вопрос-то не по Крыму, в общем-то, был, а по тем территориям России, где может быть спровоцирован сепаратизм. сепаратистские движения. Так, во-первых, следует иметь в виду, что подобного рода прецеденты уже были. Мы можем вспомнить Косово, мы можем вспомнить распад Югославии, в конце концов, распад Советского Союза, выход 15 республик из состава некогда единого государства. И, во-вторых, было бы заблуждением думать, что сепаратизм возникает по примеру какого-то другого государства. То есть, что вот другие нации смотрят и говорят, ага, вот эти ребята так сделали, давайте мы пойдем их путем. Причины сепаратизма совершенно иные. Это в том числе внутриполитическая ситуация в стране. Почему Украина не хочет задуматься о причинах того, что Крым вышел из ее состава? Почему 96% населения проголосовало за выход из состава этого государства? То есть, тут не только внешние причины нужно искать, нужно искать и причины внутренние. То есть, почему народ или часть территории не хочет находиться в составе этого государственного образования? Извините, вот можно тут заговорить... Нет, сидите, сидите. Здравствуйте, меня зовут Руслан, я студент исторического факультета. Тут раз заговорили военные, у меня такой, вопрос... То есть, сегодня, во-первых, по новостям европейским, Евронию смотрел, говорили, что со стороны крымчан и российских войск была стрельба по украинцам. Но суть не в этом. То есть, здесь сидят военные, выпускники Киевского училища, насколько я понял, и, соответственно, сейчас происходит эскалация конфликта, то есть, хотят стрелить российских и украинских военных. Вот, по сути, там, со стороны ваши братья, те, с кем вы вместе учились, служили. И вот, я со своим отцом эту ситуацию обсуждал, он тоже, он служил в армии, и не очень много сослуживцев с Украины. И вот, если конфликт будет нарастать, он сказал, что мы не сможем друг против друга пойти, потому что мы были молодыми, кто из военных ответит. Сможете вы стрелять по своим сослуживцам, с которыми вместе учились? У молодого человека вопрос чуть-чуть провокационный. Во-первых, там никакой стрельбы не было. Это те же люди, те же бандюганы, которые привели... Вы меня выслушали, я вас слушал, вы покажите, покажите, пожалуйста. Я тоже, кстати, бывший преподаватель, профессор, кандидат наук, и преподавал и доносил истину. Здесь речь идет прибывшие об этом известно уже, по телевидению передали сегодня, с западной Украины выстрелили сначала бойца, который крымской гвардии наш российский убили, а потом выстрелили украинского капитана, ранили. Второй раз выстрелили прапорщика, а часто не военное, геогензическое. Для чего это сделано? Для того, чтобы натравить, создать вот ту обстановку, в которой вы пытаетесь людей подвести. Я, в отличие от вас, водил, замком командира крейсера был, водил в море 1200 человек средиземные, смотрел врагу классовому, американцам, через прицел, и с этими 1200 человек возвращался. Но у меня никогда не было вопроса, и у меня сейчас есть друзья, с кем я в академии учился, украинцы, они такого же мнения, как и я. Спасибо. Я хотел бы добавить, 76-81 год я учился в Севастополе, я могу сказать за своих сослуживцев, за своих курсантов, которыми они друг в друга стрелять не будут, потому что в то время еще, хоть и говорит коммунистическая диалога была, у нас взаимоотношения были другие, здравомыслящие все были ребята, независимо, и по национальности, вот только сейчас я начал разбираться, я служил, возводит 25 человек был один, Илькам Файзулин, вот единственный, Крымский Атарин, потому что его тяжело, остальных я даже не знал, кто они по национальности, и я могу уверить, за своих это да, стрелять не будут, но дальше молодежь, вот когда, молодежь была все-таки потеряна у нас, вот они сейчас поддаются, потому что еще, Александр Михайлович Палтусов, председатель Совета Республиканского отделения Российской общественной организации Дети войны, задать вопрос, Александр Михайлович, вот вы поддерживаете решение президента по Крыму, или нет? Я могу сказать так, когда человеку больно, он всегда ищет помощи у окружающих, мы живем в мире, и крымчанам было очень больно, не только крымчанам, но и жителям, русским жителям, которые живут и на Украине, и если вспомните, вот я с политологом хотел бы побеседовать, и напомнить ему, да, референдум состоялся, прекрасные результаты, но до референдума было обращение нашего уважаемого президента Владимира Владимировича на согласие в случае необходимости защиты русского языческого населения вести войска. И государственная Дума дала согласие, и Федеральное собрание дало согласие, Совет Федерации дало согласие. Имея такую поддержку, люди это увидели, они поняли, что мы их ждем с распростертыми объятиями. Маленький, маленький пример. Вчера на сборе, сходе около Дворца Спорта. Вчера, где вы выступали? Да, где я выступал. Подходили, я давал интервью, подходил я к молодым девчонкам, молодежи и спрашивал, как вы сюда попали? Нам сказали, что пришли, но мы благодарны, что нам сказали. Мы сюда пришли, как на праздник. Сегодня я общался и с председателем Республиканского совета ветеранов, и с городским советом, и с участниками войны. Они просили передать их восхищение политикой и нашего государства. Они горды за наше государство, потому что наше государство сегодня может отстоять свои интересы и может защитить наш народ. Спасибо. Всключительный вопрос Алга Цаевчевичу. Скажите, пожалуйста, какие уроки мы должны извлечь из событий последних дней? Есть ли ваше видение в ситуации? Голос народа это голос Божий. Это нельзя забывать. И ты тоже запомнил, парень. Крым отдали рощерком пера. Тогда народ проболчал, потому что все были в одном едином государстве. А сейчас вопрос не идет о том, чтобы это другое государство. Да, может, в международных законах написано, что Украина и Крым это совершенно другие государства. и вчера даже подписывали договор о воссоединении или присоединении. Но на самом деле это наши. Даже родные братья из-за 20 сантиметров штык земли, когда огороды рядом, до крови доходят, морду друг другу бьют. И поэтому нам никогда эту историю нельзя забывать. Главный урок быть всегда вместе. Родина свята. Крым мы с тобой или уже Крым ты с нами? Кому как нравится. Главное, что мы вместе, как только что сказал уважаемый Толгоцович. Уважаемые гости, спасибо большое за участие в нашей программе. Реклама на телеканале БСТ, а потом мы ждем в студии программы телецентра наших олимпийцев, которые только сегодня приехали в Уфу и готовы рассказать, какой ценой им досталась эта победа. Не переключайтесь.